доброе утро коллеги сегодня у нас с вами уже 5 января и я хотела вас спросить кто уже для себя на начертил план на весь год у кого есть цель к чему вы придете что вы планируете сделать в течение этого года с каким результатом вы планируете завершить год 2017 у кого есть наметки я конечно понимаю что может там не подробно но пока мере видение какое видение что закрыть звание директор например или квалифицироваться на банкет директоров 2018 года на конференцию или да вот у кого какие кто-то золото может запланировал кто-то старшего директора старшего золотого у кого есть видение вообще что вы хотите получить в течение года вы знаете что год пройдет в любом случае хотите вы этого или нет времени умолимо она все равно будет двигаться вперед вопрос в том что будете ли вы двигаться в ногу со временем или у вас как говорится отставание чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы вот как это называется есть или нет так ребят у нас встреча получится только в одном случае если будем общаться если общаться будет со мной только один человек то смысла для остальных нет в этой встрече давайте еще раз кто меня слышит слушает то готов двигаться вперед и вот заниматься ага есть пошла обратная связь наконец-то еще раз вопрос повторяю для тех кто только подтянулся у кого уже есть план видения на год 2017 как вы планируете завершить 17 год который пролетит очень быстро как и 16 15 все предыдущие годы пролетит однозначно и время не спрашивает нас хотим мы этого или нет или да там ну других вариантов просто нет она пройдет какой план вы себе поставили как вы видите с каким итогом вы бы хотели завершить год чтобы когда вы поднимали фужер под бой курантов ваше лицо сияло от счастья потому что да вы вы бы сказали себе да мы это сделали вот чем лучше тем лучше не работает к сожалению это только в мультиках все мне мне и мне в жизни она немножечко по-другому вы должны во первых четко планировать что вы хотите и делать для того чтобы получить этот результат у кого есть план напишите пожалуйста в чате какое у вас видение с чем вы хотите закончить 17 год могу я от вас такой элементарной вещи попросить потому что я понимаю что может быть это пока без цифр без разлиновок там по каталогам и так далее но план у вас должен быть примерный да вот у меня например видение закрыть год с закрытым званием сапфировый директор нету плана то есть элементарно да хотя бы ну закрыть звание директор или закрыть звание золотой директор две ветки до воспитать директорских то есть налога должен быть конкретный четкий план плана нет ну все приступаем а то иначе я буду вас с вами до вечера тот вас мучить давайте тогда начнем самого начала самого начала это мы все с вами проработаем первое что вас мотивирует то есть вы прям сейчас берете тетрадки свои берете ручки и в них прям расписываете вообще цель моя вот но я понимаю изначально может быть вы пришли экономить деньги при покупке продукции да а сейчас посмотрев какие-то видео почитав книжечки увидев перспективы ваша цель изменилась и я сейчас говорю не о начальной цели а именно вот сейчас на этот момент вот на этот текущий момент какая у вас цель вы прям себе записывайте в чате кратенько цель прихода в компании чтобы у вас было четкое понимание ребят мы сейчас будем загружать ваш компьютер потому что мозги это как компьютерная программа системный блок мы сейчас его будем с вами загружать разными программами нужными они нужны и попробуем удалить чтобы они не мешали до поставим антивирусник в конце чтобы у нас никакие другие программы не мешали на пути достижения цели и вы должны четко понимать что ваш мозг он программируем он да его можно запрограммировать как и компьютер и если вы правильно установили все программы то он вам выдаст результат тот который нужен если программа установлена неправильно нет понимания чего я хочу что нужно делать сколько делать у вас не сработает понимаете поэтому отнеситесь к этому серьезно это ваша жизнь да это ваш завтрашний день это ваше будущее поэтому отнеситесь к этому серьезно и делайте как для себя родной любимой или родного любимого хорошо мы пришли зарабатывать уже до трое финансовая независимость есть тоже такое на отсчет выражение от людей которые работают с частичкой не они говорят то есть вы хотите как бы частичка не убирается да вы хотите финансовой зависимости частичка не она не слышится а что стыдно-то ирин вообще супер все четко заработать до стабильно стабильных такую достойную жизнь чтобы были всегда поток денег хороший иметь социальный статус ребят скажите быть директором компании арифлейм это статусно как вы считаете если вас кто-то спросит а кто вы а кто вы а вы говорите я директор компании арифлейм просто одно слово директор это уже как говорится уже плохо то не опять же финансовая свобода и вот эти умники они говорят то есть вы хотите быть свободными от финансов подумай еще третий вариант у тебя должен быть ты хочешь быть свободны от финансов чтобы у тебя их не было да тут очень хитренькое такое выражение его нужно работать так наталья финансовая стабильность высокий доход работа с приятными людьми отлично да четко понятно и статус опять же статус когда вы говорите я директор реально это круто ребят потому что ну в каждой организации только один директор если вы скажете там я директор можете дальше даже вообще не продолжать уже у всех челюсть упадет так теперь вопрос ребят что вам хочется изменить что вам хочется изменить своей жизни тут работа более объемная вы сейчас делаете набросок а а себе помечаете что это нужно расписать подробно то здесь все ребята надо вот вместить в это вот коротенький вопрос а что-то хочешь изменить если вам реально что-то хочется изменить да то надо менять надо менять то есть если вы понимаете что вас не устраивает то что сейчас да может быть вас устраивает жилищный вопрос да круто все жилье вас устраивает вы ничего не хотите менять но есть какие-то другие вопросы может быть вы да вы бы хотели там шопингом заниматься раз в две недели а можете себе позволить только раз в полгода пойти обновить там по необходимости вещи да вы хотите просто до в любой день поехать и купить себе что-то побаловать себя а может быть вы хотите путешествовать и у вас план это видеть в углу каждые три месяца видеть новую страну хотя бы да там на в пределах там 10-14 дней путешествовать в новой стране каждые три месяца это нормально да уехали посмотрели новую страну впечатлений там на два на три месяца вполне хватит да вы опять работаете опять уезжаете то есть может быть вот это вам необходимо а может быть жилищный вопрос над кем-то висит сейчас основной но желательно расписать вообще все аспекты да то есть да тут и ремонт и может быть ну тут могут быть самые маленькие вещи не обязательно глобальные потому что у каких-то людей у большинства людей не решены вопросы первого уровня то есть пока вы не закроете вопросы первого уровня по пирамиде масло то есть это необходимость да в еде там в как-то крыши над головой одежда еда наши потребности самые низменные такие пока они не удовлетворены на сто процентов человек не может дальше двигаться да ну физиологические потребности вот у многих они даже не решены так и тогда надо их решать а потом уже писать там mercedes коттедж и так далее потому что реально это будет препятствием большим порогом для того чтобы двигаться дальше вот после того как вы все это расписывать что хочется изменить задайте себе вопрос а как быстро нужны деньги и сейчас прям в чате напишите как быстро вам нужны деньги вот например вы расписали что вы хотите там одно другое там ремонт одежду новую ребенка с там куда-нибудь отправить на море чтобы он подлечился подогрелся или маму или самой съездить теперь второй вопрос вы все примерно теперь понимаете сколько вам нужно денег и спросить а как быстро они мне нужны я эти вопросы хочу решить сегодня да сейчас в течение этого года или они эти вопросы будут висеть вот эти вопросы под номером 2 будут висеть надо мной десятки лет и к пенсии да я буду думать что ну вот я уйду на пенсию и тогда-то я начну жить у меня появится время свободное я сяду наконец-то открою компьютер и буду сидеть все изучать и уже делать все правильно я не буду там я пройду школу нормально качественно все изучу чтобы знать все эти моменты а сейчас-то мне некогда мне же сейчас надо физиологические потребности хотя бы решить чтобы там коммуналку оплатить и так далее сейчас нужны деньги хорошо а теперь у меня к вам самый такой сложный вопрос от чего вам хочется уйти максимум в течение полгода запиши прямо на то что это шесть месяцев целых шесть месяцев или всего шесть месяцев сейчас разберемся потому что вы знаете лет некоторые люди говорят ой да за полгода это нереально и ничего не делают а кто-то говорит у меня есть целых полгода чтобы собрать команду шесть лидеров и под ним помочь им выйти на уровень директора и тогда я решу все свои вопросы да мне надо просто шестерым помочь решить их вопросы и они решат тогда свои а я свои соответственно да такие как вот кусун тагирова за полгода собрала команду и стала бриллиантом да как на то надежда санникова в течение года она собрала команду открыла бриллиант то есть да вот реально кто-то говорит всего полгода это нереально я хочу чтобы вы понимали что полгода это огромное количество дней от чего вам хочется уйти да кто-то может быть бежит от кредитов кто-то бежит от как на от рутина бытовухи до устали вот это вот серость от серости кто-то на хочет убежать от этого от всего от долгов реально это многие многих людей государственная наша система посадила в долговую яму это не только наша система это вообще в мире происходит очень ребята качественно работают вот эти все организации на то чтобы людей взять в зависимость и кто-то на это попадается да кто-то нет я считаю что единственный единственный вообще вариант брать в долг деньги единственный это только на покупку жилья то есть это ипотека это единственная действительно выгодный и необходимый вариант выгодный потому что когда вы берете деньги в долг на квартиру то вы знаете что квартира всегда стабильно остается в цене как минимум та которую вы выложили за нее в основном растет я тоже брала квартиру в ипотеку знаете она выросла цена квартиры почти в три раза то есть те деньги которые я переплачиваю банку как бы они того она того стоит потому что продав квартиру я верну все свои деньги еще у меня и останутся то есть это выгодное вложение если вы берете кредиты на телефон и на автомобиле на шмотки то поверьте мне как только вы выехали из салона на новеньком автомобиле он тут же теряет в цене примерно 25-30 процентов то есть если вы тут же захотите вернуться салон сказать ой-ой-ой дайте мне обратно мои деньги они у вас возьмут машину но уже на 30 процентов вам меньше отдадут денег то же самое с телефонами купив айфон за пятьдесят тысяч если вы захотите его продать уже как с рук то извините вы потеряете как минимум надо одну где-то 20 процентов также вы теряете потому что многие люди побоятся брать с рук такую дорогую вещь уж лучше переплатить но иметь гарантии то что если вдруг что-то то можно прийти в салон и сдать ее обратно поменять и так далее вы понимаете да кто все расписал поставьте пятерочки кто вот на все сейчас вопросы смог уже до себе нарисовал картинку вообще вы уже увидел такой вот планчик себе уже кучу тогда начинает прорисовываться такая картинка есть да получилось какие у вас ощущения что-то прояснилось для вас чего не было раньше как-то более ясно стало потому что ребят смотрите вот по статистике всего лишь где-то ну а трех до пяти процентов всего населения человечества относится к разряду богатейших людей да это миллионеры миллиардеры представляете почему вот проводили исследование что с этими людьми не так почему они такие богаты оказывается они все у них да есть такая привычка они все абсолютно пишут они пишут все 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 до мелочей не ведут дневники они пишут благодарности каждый день они по каждый день анализирует что они сделали полезно как они израсходовали свое время где они были эффективны где они слились до потеряли время то есть у них идет четкий анализ четкие цели четкие планы кто-то говорит про таких людей плохие вещи да что они там карьеристы они идут по головам на самом деле эти люди огромные труженики это пчелки с большой буквы которые два салимов он реально относится к разряду людей которые которые станет я уверена что салимов станет очень известным человеком в мире потому что он к этому идет каждый день то все его действия все шаги которые он совершает она открыто всем объяснил что он делает у него нет секретов он учится сам у самых успешных людей да и он повторяет действия успешных людей поэтому знаете у него нет варианта просто быть жить по-другому если вы себя видите в ближайшем будущем да вот в категории успешных людей если вы глядя на лидеров которые мы смотрим ролики учимся повторяемых действий если вы хотите тоже чтобы люди так вот учились и смотрели то что вам нужно делать ну начать с элементарных вещей да вот начать писать чтобы вы понимали вообще картинку карту своей жизни вы знаете ребята вспомните историю вот что к чему стремились люди всегда изначально понять да понять где мы живем что из себя представляет наша вообще вот эта земля планета да люди рисовали карты они открывали новые земли исследовали мир планету за люди составляли карту карты вы сейчас глядя на глобус или на карту которая висит на стене атомат лас мира вы просто видите да смотрите вы не представляете какая была проделана грандиозная работа не просто многолетняя а там сотни лет да вот это все исследовалось и может быть и до сих пор есть что-то не открыто до конца не исследована а люди продолжают продолжают это делать а теперь посмотрите на свою жизнь если у вас карта жизни вашей и вот то где вы сейчас находитесь это случайное стечение обстоятельств обстоятельств или это по плану у вас было вот скажите у кого вот это да просто она так идет ну придумали сделали придумали сделали а у кого есть прям карта видение вот перспективы хотя бы на несколько лет вперед поставьте плюсики или минусы в чате а почему это же ваша жизнь это ваша реальная жизнь есть отлично так вот вам нужно будет карту эту написать написать и увидеть даты чтобы не влазить новые кредиты чтобы да не токлить чтобы не на поздравлялках когда у нас проходит онлайн банкет и всегда вы были на самых крупных слайдах где самые высокие достижения чтобы вы были для этого нужен просто четкий план план и действия потому что одно без другого не имеет значения сейчас мы с вами переходим к анализу вам нужно взять свои итоговые распечатки за семнадцатый каталог я думаю они у всех открыт по крайней мере у меня всегда открыто распечатка я без нее просто я включаю компьютер если распечатка вдруг там ну слетела бывает такое что компьютер сам шалит первое с чего я начинаю утро это я вызываю новый инфолист а итоговая распечатка за прошлый каталог открыто у меня весь каталог практически до конца потому что эта карта да это мое видение это вещь по которой я могу сделать анализ по каждому человеку проанализировать о чем с ним говорить куда его вести что и помочь даст о подсказать этому человеку то есть для меня это как палочка-выручалочка у у кого нет распечатки вызывайте ее и пишем прям себе себе запишите на листочке что есть сейчас то есть чем мы закончили 17 каталог то есть вы пишете сколько баллов сколько активных человек то есть даже зарплату активность команды то есть вы это сейчас все цифрыки должны увидеть вообще люблю работать с распечатка когда она не в электронном виде а именно распечатанная то есть на бумаге где можно чертить маркерами выделять цветами да писать какие-то подсказки заметки делать там кому что сказать с кем поговорить я вот видел у татьяны фролова у нее инфолист распечатанный поэтому я знаю что и файликах все то есть у нее все четко бухгалтерия работает четко я знаю что она уже достала свою папочку вынула из нее инфолист и сейчас уже готова работать как вы только будете готовы поставьте плюсики что у вас распечатка перед глазками есть как вы будете готовы поставьте плюсики чтобы мы могли дальше продолжать двигаться распечатку надеюсь все умеют вызывать вот ирина у вас может быть да пока нет распечатки там большой пока только команда начинает расти тут я ирине вяткина сейчас говорю у остальных у всех уже в принципе команды то есть и такие достаточно материалы с кем работать так есть первая лямина готова наташа нам с вами нужно вычислить скорость вашего движения вот смотрите я вам сейчас примерно показывают если вы в каталог прирастаете на 300 баллов то есть тут вот начали работать то есть вы свеженькие но вот например у наташи лямина и у у григорьева нато ситуации немножечко другая да то есть у вас уже команды такие сформированные давно и пока движухи нет но вы должны понимать принцип вот смотрите если вы в каталог можете прирастить 300 баллов то есть вы пришли и и в первый же каталог вы сделали сами заказ и успели несколько человек пригласить с помощью спонсора и сами включились и у вас получилось 300 баллов как вы думаете если вы смогли это сделать один раз течение каталога трехнедельно вы сможете повторить это в следующем каталоге то есть повторить результат и прирасти еще столько же народа чтобы удвоить результат я считаю что это под силу любому человеку потому что если вы что-то сделали один раз то вы точно сможете это сделать еще раз правильно поставьте пятерочки ты согласен и вот если цель доставим элементарную цель выйти на уровень директора однозначно к этой цели нужно стремиться как это как цель минимум на золотой директор но удобнее показать на примере директора мы берем 7500 баллов это уровень директорской команды мы не говорим сейчас в рублях мы будем с вами в баллах все рассчитывать потому что вы понимаете что это такое баллы делим на 300 то есть если вы каждый каталог будет приращивать 300 баллов то вас уйдет полтора года на то чтобы выйти на уровень директора устраивает ли вас такая скорость как правило люди говорят о нет это так долго я согласна это действительно долго и учитывая то что каждый каталог у нас прибывает народ до новые люди качественные люди то что мы можем сказать что мы уже действуем не в одиночку мы работаем с командой а соответственно с командой это все делается намного быстрее и эффективнее согласно то есть если вас такая скорость не устраивает то спросите себя а вы готовы поставить план более активного роста большей скорости вы посмотрите у себя то есть например если вы пришли сколько каталогов там вы считаете назад смотрите сколько в первый каталог вы сделали сколько во второй то есть насколько вы увеличили сколько третий каталог то есть какая вас тенденция прироста в процентах вы считаете да что вы там можете увеличиваться не на 300 баллов а у вас идет более серьезная скорость вы можете сейчас рассчитать сколько вам еще потребуется каталога для того чтобы выйти на уровень директора то есть если не сбавлять темп если вы будете двигаться все так же быстро энергично энергично если вы будете выкладываться уже не на 50 процентов 60 а на 100 когда я говорю на 100 процентов я говорю именно на 100 то что вы каждую минуту каждую секунду используется для рекрутинга для того чтобы рассказать людям о нашем бизнесе все меня понимают поставьте плюсики и и и напишите теперь в чате вас устраивает скваша скорость или нет то есть да или нет просто пишите скорость роста вас устраивает или нет хорошо поехали дальше да вот это пример смотрите то есть например вы поставили цель в первый каталог выйти на девять процентов то есть что мы здесь имеем ввиду мы берем от 900 баллов это да наша цель 9 процента 900 баллов мы берем с вами и отнимаем личный заказ то есть это наш план четкий то есть меньше нельзя больше можно но не намного больше потому что если человек ударяется в продаже то он перестает рекрутировать то есть существует тоже некая опасность огромных продаж то есть если человек неправильно распределяет время то он рискует застрять на уровне менеджерском и директорский уровень будет отодвигаться поэтому да нужно все гармонично распределять время чтобы у вас хватало на все и на рекрутинг и на личный товарооборот итак нам остается 750 баллов нужно сделать команды сколько баллов делает у вас среднем ваши партнеры особенно да мы говорим про новичков которые приходят сколько у них активационный заказ но в среднем у нас новички делают по 30 баллов кто-то 25 кто-то 50 да кто-то на какую-то акцию цепляется бывает что 100 но в среднем получается да у каждого тут своя цифра потому что кто работает с теплым рынком у вас естественно тут будет больше кто с холодным то она может быть еще и меньше эта цифра мы здесь показываем пример средний берем 750 баллов которые нам нужны с командой делим на 30 нам получается что нужно 25 человек которые сделают заказ по 30 баллов то есть в день нам нужно чтобы в команду приходили один два новых человека это всем понятно поставьте плюсики то есть если вы сейчас достанете калькуляторы умножите 25 на 30 то получится 750 баллов то есть надо регистрировать структуру одного двоих людей каждый день ребят смотрите что здесь очень важно важно чтобы у вас был правильно расставлены приоритеты если мы говорим о рекрутинге то тут очень важно думать глобально посмотрите если вы рекрутируете сами вот кто может сказать я умею рекрутировать напишите в чате прям пятерочку поставьте я умею приглашать людей то есть я уже знаю технологию как заговорить с человеком что ему отправить как его вовлечь перевести на разговор со спонсором зарегистрировать вот эти первые шаги структуры вы все должны знать кто сможет сказать что я умею рекрутировать и если я сяду и реально поработаю попереписываюсь то я получу эту регистрацию одну в день лично потому что многие умеют но не всегда делают а кто прям вот умеет и делает а у кого не получается напишите в чате не получается или я еще не начала это делать то есть откройте гюль читай открой личико как я говорю ну вот смотрите иногда не получается такое может быть но вы должны знать способ свой рекрутинга когда вы знаете точно что если вы просидите у нас на рекрутинг в день нужно выделять два часа и вы четко должны знать что если я два часа вот работаю этим методом то я ну практически ну давайте 90 процентов то что я получу регистрацию если я делаю вот этим методом 90 процентов то что регистрация будет она может сорваться может такое быть что человек прислал заявку а он уже оказывается зарегистрирован просто он не помнит что он когда-то регистрировался но я это делать умею я знаю принципы я знаю как переписываться я знаю где у меня шаблончики откуда это взять что ответить как отработать возражения как перевести человека выяснить его потребности перевести его на разговор так татьяна фролова аня да иногда не получаю ну да иногда может сорваться я с вами согласна но в принципе если действовать как сказать не застаиваться и действовать быстро то она не сорвется да но будет но не сегодня не получится регистрации но завтра будет 2 смотрите смотрите если у вас не получается почему не все ответили напишите пожалуйста все в чате то есть вот мне важно чтобы вы умели и понимали что вы умеете сами регистрировать что вы можете привести чай мы сейчас не говорим о качестве человека сейчас важен навык рекрутинга вы освоили этот навык рекрутинга вы делаете ли вы вернее знаете ли вы какие вам нужно сделать действия два часа в день чтобы вы получили одну регистрацию поставьте просто плюсики или минусы кто знает какие вам надо действия делать чтобы получить регистрацию просто вопрос том что может быть вы не всегда делаете или отвлекаетесь делаете не то или откладываете на завтра ну вот четко ребят два часа в день это оговаривается буквально с первых минут разговора что мы на эту работу тратим два часа два три часа в день откуда это берется два часа мы выделяем на рекрутинг остальное время да мы учимся мы читаем мы чатимся вот не всегда дело теперь вопрос а как как заставить себя делать всегда чтобы она всегда был чтобы другие дела до пустая болтовня не нужны чтобы они не мешали чтобы ваша вот эта главная задача оставалась главной и вы ее решали до конца дня потому что других задач у вас в принципе быть не должно если вы уже решили вопрос со 150 баллами вы умеете да вы уже изучили бизнес-школу вы должны пройти просто все у вас должно быть на компьютере да вот понятно и просто где шаблончики где сайт где подсказки где письмо новичку как регистрировать и вот это все вы должны пройти в школе настроить систему работы чтобы каждый раз не возвращаться к этому просто один раз качественно изучили неделю на это потратил новичок спонсор ему эту всю неделю должен помогать подсказывать сопровождать проверять все ли он освоил все ли сделал далее просто рекрутинг и поддерживаем себя в день это минимум одно видео но мы же как правило что делаем мы во время рекрутинга слушаем аудиокнигу мы какое-то видео включаем слушаем спикера и в это время рекрутируем мы же можем да такие дела совмещать это же элементарно все понимают о чем я говорю то есть мы рекрутируем сами включаем аудиокнигу да то есть мы в эти два часа мы и учебу можем включить и рекрутинг все да вы поняли что это требование которое вы должны предъявлять и себе и партнерам то есть запишите себе задачу научить партнеров которых вы пригласили в бизнес которые пришли бизнес строить научить их регистрациям чтобы они умели рекрутировать знали что им нужно сделать чтобы они нашли свой способ работы потому что вот я могу реально вам сказать что есть люди которые никогда не смогут работать на досках объявлений просто не смогут например я я не могу на досках работать все я их открываю все я не могу потому что они совершенно для меня безликие я не вижу там людей а соцсети да это моя стихия я обожаю я вижу человека я сразу да я определяю подходит он мне или нет нравится не нравится я быстро просматриваю ленту его фотки и понимаю что да этот человек мне интересен или нет этому я даже дружбы предлагать не буду даже лайк не поставлю потому что зачем я буду ставить лайк это херня полная мне это не нравится я с таким человеком не хочу общаться я выбираю себе людей на стадии лайков даже понимаете да о чем я вам нужно первая задача самому научиться это делать и обучить команду партнеров которые пришли строить бизнес регистрировать то есть вот эта цель получать одну регистрацию в день вот это одно одна две будет получаться когда вы делаете в системе у вас она идет на автомате если система нет то регистрации не будет а вот какими способами вы будете это делать вы выбираете инстаграм контакт теплый рынок доски что угодно главное чтобы то что вы делаете укладывалось примерно в два три часа максимум три да по рекрутингу больше это уже какой смысл всю жизнь тратить на рассылки вы должны делать все быстро четко два три часа в день на рекрутинг и вот это у вас должно происходить на автомате то есть одна две регистрации в день все поняли поставьте пятерочки потому что если на этой стадии у вас идет прокол то даже если вы быстро взлетели на уровень 9-12 процентов может быть даже 15 ребятки дальше вы не двинетесь потому что если в команде нету людей рекрутеров которые умеют рекрутировать если вы их не научили не вовлекли то вы не будете двигаться дальше и когда мы разбираем распечатку то первое что я с вами вот с кем мы индивидуально созванивались работали вспомните с чего мы начинаем да мы смотрим обзор да результат потом мы выделяем людей с заказами и выделяем кого ключевых по трем параметрам мы выделяем человека что он выполняет правила трех п то есть у него есть заказ приличный да 150 баллов или близко к этому то есть мы видим что у него не 20 баллов заказ он умеет это делать ему это легко потому что у многих вот тут пунктик стоит я не смогу сделать 150 баллов и человек на этом зацикливается парится мается и никуда не двигается если же у нас у человека уже этого пунктика нет то скажите уже легче легче второй пунктик мы смотрим человек у нас учится это проходит проходит ли он в школу задает ли вопросы он активный в чате то есть если он второе п выполняет мы смотрим третье как у него с рекрутингом сколько он человек пригласил за последнюю неделю за каталог мы смотрим если человек у нас рекрутирует то он ключевой если он не рекрутирует мы спрашиваем его ты пришел сюда что делать получать скидку со 150 баллов там да экономить и подарки или ты пришел бизнес строить если человек я бизнес тогда вы берете и учите его рекрутировать но вы должны понимать что вы можете научить чему-то кого-то при условии что вы это что-то сами умеете делать согласны то что первая ваша задача самому выполнять правила 3п и в том числе 1 регистрация в день вы должны уметь это делать потому что вы научите человека только тому что умеете сами если вы учите человека говорите да вот 1 регистрация в день это элементарно а сами всего одного человека пригласили то ребят вы не научите человек будет это на каком-то подсознательном уровне понимать что вы брешите что вы сами нифига не умеете рекрутировать А если вы сами не рекрутируете, то какого фига вы сидите, идите, учитесь это делать. И, например, очень часто с такими сталкиваюсь ситуацией. Мне люди говорят, я рекрутирую 2 часа, 3, да я полдня сижу, рекрутирую. Я говорю, а где регистрация? Нет. А что ты делаешь? Вот это. А нахрена ты это делаешь, если это не дает регистрации? Если у тебя нет откликов с этого метода, меняй метод. Нету с него, ну что ты сидишь, это же твое время, твои мечты отдаляются на задний план. Иди делай. Понимаете? Так, двигаемся дальше. Тут все понятно? То есть вопросов у вас нету. Правильно я поняла, что прям вы все поняли досконально? Давайте прям подведем итог. То есть у вас должно быть четкое понимание, за сколько месяцев вы хотите выйти на уровень директора. То есть вы смотрите, сколько вы можете делать, какой у вас прирост, качество регистрации. То есть если вы работаете миксом, это теплый рынок, холодный рынок, смешиваете, то естественно у вас будет результат намного лучше. Если только холодный, да, это круто, с холодного рынка у нас много людей хороших приходит. Но теплый рынок, ребят, если вы его оставляете на потом, он не, как бы ждать вас не будет, и вы потом своих друзей увидите в командах каких-то проектов, будет очень обидно. И хочу вам привести такую вот маленькую еще подсказку дать. Спасибо, да, Татьяне Фроловой. Она меня на это наталкивает постоянно на какие-то мысли. Звонит мне как-то и говорит. Лили, скажи мне, пожалуйста, как быстро научить человека, вот прям вот сегодня, вот как мне быстро научить рекрутировать? Был такой вопрос, Татьяна? Ребят, единственный метод, он есть, он есть, но он единственный, чтобы быстро научить человека рекрутировать. Это научить его работать с теплым рынком. Это реально можно сделать за пару часиков. Только не просто дать ему видео посмотреть, а прям сесть с ним и поэтапно провести такую вот работу. То есть он делает вам показ с экрана. Вот сейчас я рассказываю, как я это делаю, если надо человека быстро научить. Да, может быть, у человека нет времени, нет желания учиться, но вы должны из человека взять максимально все. Если он говорит, да, я хочу, ты говоришь, ну окей, я поняла, что тебе особо некогда, но можно и быстро. Давай научу быстро. Хочешь? Он говорит, хочу. Вы должны дать человека добиться согласия, что он сам хочет. И вы говорите, пошли в скайп, делай показ с экрана. Открывай страничку, ну твою любимую, где у тебя есть хотя бы там человек 200 друзей. Ну 150-200 для начала достаточно, там 300, если это вообще фантастика. Он открывает страничку. Первое, что вы делаете, это чистите ленту, удаляете всякую фигню из ленты. Добавляете в ленту какой-то статус, ставите такой рабочий, деловитый. Фотки команды. У нас есть группа, откуда взять фотки. С моих страничек берете, даете фотки команды, украшаете ему страничку, ставите новый статус, чистите фотки у него, то есть удаляете всякую фигню, оставляете только хорошие фотографии, пусть их будет немного, но хороших. Ставите аватарку, самую классную фотку. Если фотки нет, то говорите, так, идея, наряжайся, красься, фоткайся, давай фотку. Делайте новую офигенную аватарку. Тоже вот примерно, вот смотрите, вот как у меня здесь вот стоит аватарка, то есть это должно быть фотографии не головы, то есть иногда люди выставляют вот так вот, только голову видно. То есть должна быть торс, немножко торс, или человек сидит за столом, за компьютером. Во весь рост не надо, потому что фотка будет мелкая, далеко. Должно быть открытый, да, разворот лица, то есть не полубоком как-то, а вот смотрит, человек на вас смотрит, он улыбается, у него в глазах уверенность. То есть что должна страничка человека сразу начать проецировать? Какую эмоцию должна вызывать его страничка обновленная, которую вы обновляете, буквально у вас на это уйдет, ну, максимум полчаса. Есть просто странички очень запущенные, там надо много чистить, да, удалять игры всякие, фигню, где слишком много всего ненужного, репосты все надо почистить ерундовские. Алло. Так, интерес, и чё, что? Чем привлекать? Ну, давайте вот, расширяйте. Вот вы зашли на страничку к человеку, да, он вам пишет предложение по работе. Что должна страничка демонстрировать, транслировать? Успех, да, успех, что человек принадлежит к чему-то объемному. Поэтому фотки командные, где там с чеками, на сцене, там просто группа позитивная стоит, да, мы там нарядные, видно, что мы на каком-то крупном мероприятии. Вы эти фотки человеку даёте, чтобы он их себе добавил, фотографии в ленту, чтобы это было... Ну, это же не сразу, Танюш, 30% себе, да, если человек вот сегодня он начал, у него там всё, в основном у всех репосты. Я вот как смотрю ленту от людей, которые не в бизнесе, да, обычные люди, у них в основном репосты с разных групп. Они что-то увидели из чьих-то страничек. О, прикольно, себе отправили. О, прикольно, себе. Ну, короче, фигнёй всякой занимаются в интернете. Это всё надо будет почистить. Вот эти 30% они потом будут, чуть-чуть попозже, но будут. Почистили страничку, фотку поставили, статус поставили, рабочий. И вы открываете тексты с первого урока, где мы, да, там два варианта, как начать разговор с человеком. И особенно сейчас. Вообще круто, потому что человек сейчас может в празднике каждому написать привет, с Новым годом, желаю твоей семье счастья, здоровья, успехов, там, вообще супер. Вы начинаете работать с его друзьями. Ну, вы должны видеть, что он делает, чтобы он не напортачил. Первый шаг. Открывает друзей, заходит к тому, кто на сайте, у кого огонёчек сверкает, синенький, желтенький, там, у кого какой. Заходит к тому, кто он онлайн. Открывает его фотки, ставит лайки и пишет комплимент хотя бы к одной фотографии. Человек сразу высвечивается. Ага, ко мне, значит, Наташка зашла, лазит по фоткам. Второй шаг. Открываете переписку, пишете. Привет, Наталья, с Новым годом, желаю счастья, любви и чудес. Смайлики. Отправили. Открываем следующего. Итак, 20 человек. То есть тут же начинают отвечать. Спасибо, и тебя с Новым годом, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Понятно? Поставьте плюсики, кто понял, что мы делаем. Мы сначала утепляемся. Мы не сразу пишем, привет, пойдём ко мне в команду. Вы должны научить человека работать деликатно. Фотки лайкнули, комплименты написали, с праздником поздравили. Используйте череду праздников. Проще. Нету праздника, то просто пишите. Привет, как давно не общались, у тебя такие шикарные фотки. Как дела, что нового? Ждём ответа. Те люди, которые начинают отвечать. Вы смотрите, если он вас просто поздравил. Да, вы пишите. Ой, спасибо, дорогая, так приятно от тебя это слышать. Кстати, копирует текст, что я начала работать в интернете и слышала, что у нас есть там вакансия. Три-ты-ты-ты-ты. И отправляете вот это коротенькое сообщение, там две строчки. Всем. Да, ну всем, кто вот отреагировал. Далее. Кто не отреагировал, ребят, мы им ничего не пишем. Ничего. Пусть вы, главное, утеплились, о себе напомнили, поздравили, да, или просто написали комплимент какой-то. Если обратной связи нету, не торопите, потому что некоторым людям нужно время, чтобы они, ну, как-то присмотрелись, а чем это ты занимаешься, зовёшь или не зовёшь, будешь трамбовать, не будешь. То есть нужно время. Пусть. Ну, каждому овощу свой срок созревания. И то есть, когда вы начинаете человеком вот так вот работать, вы за полтора, за два часа его научите работать с тёплым рынком. И вот этот его экипаж, друзей, которых он за долгие годы там в контакте в одноклассниках скопил, ну, человек по 200-то у всех есть. Вот он их будет прорабатывать где-то 2-3 недели. Кто-то есть на сайте, кого-то нет. И за это время он привыкнет, он вольётся, у него сколотится коллектив из друзей, ребят. И тогда вы с его друзьями что будете делать? То же самое. Вы их в первую очередь сядете и научите рекрутировать быстро по тёплому рынку. То есть, быстренько настроите страничку, научите, как работать с друзьями и переведёте их друзей на себя. Вы будете с ними созваниваться и проводить собеседование по Вайберу, по Скайпу, по Ватсапу. То есть, вот эти наши 10-минутные собеседования, когда вы человеку объясняете суть по, буквально, да, голосам, и вовлекаете его, да, предлагаете ему попробовать своя сила, вот из 10 звонков у вас будет 5-6 регистраций. Может быть больше, может быть меньше. То есть, из каждого десятка будет своя статистика. Ну, примерно, да, если мы берём сотню людей, то 50 человек регистрируются, ребят. Гарантированно. Многие, да, там, скажут мне некогда, там, у меня хомячок облысел, да, у меня там тры-ты-ты, а я диплом пишу, у меня мама заболела, у меня ребёнок, там, зубки режутся. То есть, у многих будут какие-то свои заморочки, кто-то уже зарегистрирован окажется. Но основная масса людей, она, да, через вас пройдёт, это будут тёплые контакты. А вы видели, как у нас тёплые работают? Как команда Наташи Гришиной, Ани Ивановой на тёплом рынке за три каталога они вышли на 12, куда Наталья там чуть-чуть не хватило, Анютка с запасом. Почему? Потому что тёплый рынок, нет холодного рынка в команде. А те, кто есть, они, в принципе, не включились, да, они как вот пока висят. Холодный рынок не особо активный, ну, буквально там несколько человек включились. Поэтому учитесь работать сами с тёплым рынком и учите своих. Вот пришёл человек тёпленький, у вас задача какая? Чтобы он быстро получил регистрацию. Тогда он поверит, что бизнес работает и будет расти дальше. Ну, смотрите, примерная статистика. Чтобы получить одну регистрацию, что вам нужно? Иметь, отработать пять аккаунтов в Инстаграме. Это с каждого по тысяче подписок, по тысяче лайков. Пять страничек ВК вы добавляете в друзья, вы поздравляете с днём рождения, вы ставите лайки, вы добавляете друзей-друзей только, да, чтобы не блочили. Вы пишете в личку тем, кто принял дружбу. Ну, в одноклассниках примерно то же самое. Постоянно работаем со статусами. То есть в день у вас должно улетать два-три новых поста в ленте. То есть у вас должен быть закреплён статус определённый, да, рабочий. И вы кидаете в ленту постоянно что-то, как мы говорим, 30%. То есть в день вы что-то о себе, что-то интересное, да, это может быть какое-то хобби, увлечение про книгу, там, концерт какой вы посетили, куда вы сходили. И раз что-то про бизнес. А наша команда там заняла первое место. А у нас в команде там 3-3-3 новый менеджер, а у нас новый ИПшник. То есть вы можете эти сведения брать в интернете, находить и так далее. Далее, если мы обрабатываем 100 резюме, то тоже получаем одну регистрацию и так далее. То есть статистика у каждого своя. Далее, что у вас должно быть, ребят? В командах нужно завести традицию проводить планёрки. Вот у нас каждую неделю, 6 дней в неделю проходят планёрки команды общие. Но этого недостаточно. Это обзорно, это не лично. Вы на своих командных планёрках должны с каждым пообщаться, каждому дать направление, какой у него план. Например, я вам сейчас распечатку открою, покажу, как пример наставить планы. Напишите, кто хочет, чтобы на чём примере я показала. Я сейчас открою распечатку и вам примерно всё это покажу. То есть у вас должно быть дневное сопровождение. В чатах вы должны дочатиться. Отчёт вечером быстренько. Так, я это сделала, я то сделала, у меня вот это получилось. Каждую неделю вы подводите итоги. Вы можете там, как говорится, взорвать, да? Вот всё. Написать так. Ребята, у нас на этой неделе отличилась там Танюша, Манюша, Серёжа, Катя, Миша. То есть вы берёте и подводите итоги, кто у вас на неделе был вообще молодец, прям молодец. И, конечно же, подведение итогов каталога. Есть командное, но у вас в ваших структурах вы должны подводить итоги. То есть каждому пожать лапу, каждому дать медаль, понимаете? Помимо вот нашего банкета, у вас должна быть итоговая планёрка, на которой вы подводите итоги, всех хвалите, показываете, что получилось, думаете вместе, что можно улучшить, над чем вам поработать. Вы можете командой читать книгу одну на всех и обмениваться впечатлениями в чате. То есть что вы поняли из книги, выводы какие после каждой главы. То есть вы в своих командах, ребят, должны вести традиции. Потому что когда команда маленькие, вы должны на них вот это всё делать. Но у нас это делают не все. Некоторые менеджеры прям молодцы. Я вижу в их маленьких чатах, что давайте сегодня смотрим вот это видео. И все такие, классно, вот это да, вот это она сказала. То есть да, так, ребят, читаю книгу или слушаю аудиокнигу, скидываю ссылку, давайте вместе слушать. И вместе слушают, потом пишут там, а вы вот это слышали, а вы вот это делали. То есть да, это, ребят, ваш бизнес, мальчики и девочки. И подумайте, как вам это сделать, всё сделать интересно, красиво и по-умному. Чтобы, да, вот люди, они же не знают, что там, что делать. А вы направляете, как делать, что делать. Дальше, следующий момент. Договорённости. Вот некоторые говорят. Она мне не отвечает. А как вы договаривались? Как вы договаривались? Когда вы будете созваниваться? Что вы будете делать? Какой вы план ставили? Да, мы что-то никак не договорились. Договорились, что ну созвонимся. Неопределённость. Что такое созвонимся? Это пух в пустоту. Пук, да, пук, никуда. Ну что такое созвонимся? Это безответственно. Вы говорите, я тебе буду звонить каждый вторник в 5 часов. Ты, если не можешь говорить, ты мне пишешь заранее, что ты в это время не сможешь, переносишь время. Если забыла, не надо меня просто сбрасывать. Ты мне отвечаешь и говоришь там, Лиль, я занята, но я смогу говорить через час. То есть, да, вы должны договориться с человеком. Потом вы спрашиваете, ты как будешь делать? Сам или с командой? Ты сама будешь обучаться или с командой? Понятно? То есть договорённости, правила. То есть должны быть правила. Что делаете, как делаете, как быстро делаете. Потом по действиям. Чётко, да, сколько действий мы делаем каждый день? 5 тысяч в Инстаграме. Если вам человек говорит, у меня не получается с рекрутингом, у меня никто не регистрируется. Ну садитесь, разбирайтесь. Сколько аккаунтов, сколько действий делает. Что делает? Смотрите, как делает, что отправляет, какие у него фотки. Отбрандирована страничка или нет. То есть вы должны учить людей этому. Если у вас человек не рекрутирует, ребят, он сдуется. Он сдуется и сольётся, потому что результата не будет. И он скажет, ну блин, не работает. Это ваша задача заставить его научить, вовлечь, заинтересовать, заставить поверить, что у него всё получится. Помочь ему получить быстрая регистрация. И самый главный момент. Никогда не ругайте. Ребят, вы слышали когда-нибудь, чтобы я ругала кого-то? Вот по чесноку скажите. Было такое, что я говорю, ах, ты такая сякая, ни хрена не делаешь, ты-ты-ты-ты-ты. Было или нет? Где вы у меня? Ответьте. Что я обычно говорю? Наташенька, солнышко моё, ну скажи, а как ты считаешь, что можно было бы улучшить? Смотри, ты какая молодец. Ты уже вот это умеешь, вот это. Смотри, у тебя вон как классно получается. Но этого недостаточно. Согласна? Ты же видишь, что это не даёт результата. Что можно улучшить? И Наташенька начинает думать, а что она может делать лучше? Где подтянуться нужно? Да, может быть, она тратит время на какую-то, да, там, задачу, а результата, ну, эффективности нету в ноль. Ну, смысл тратить время? Наташенька говорит, слушай, а я, наверное, не буду больше этим методом работать, он не даёт результата. Ну, нет регистрации с него. А если и есть, то они все вот, ну, дурацкие. Ну, да, они идут, но медленно. Меня эта скорость не устраивает. Реально я поняла, что нужно взять вот этот метод. Да, тяжело разбираться, да, долго. Но я сейчас прям сяду, и вот эти три дня я посвящу тому, чтобы разобраться вот с этим методом работы. И всё, я больше ничего делать не буду, потому что я поняла, что мне важно наладить мой рекрутинг. Мы говорим, отлично, Наташ. Ты когда начнёшь? Да прямо сейчас. Ну, всё, давай не тратим время. То есть, ребята, вот ваши все разговоры с людьми должны быть не просто хихоньки-хахоньки, там, уси-пуси. Вы должны понимать, что вы пришли строить бизнес. Так стройте бизнес. Да, мы говорим, что у нас нет вот этого диктаторского управления. У нас очень инновационный метод управления командами. Да, мы близкие, мы партнёры, мы взаимодействуем, мы быстро делегируем, мы не боимся отдавать полномочия людям, потому что мы понимаем, что да, мы сделаем лучше, но он никогда не научится, если мы ему не отдадим бразды правления. Если он не возьмёт на себя ответственность. И даже если он делает не всё так хорошо, как мы бы хотели, как мы бы могли сделать, мы-то лучшие. Ребят, надо учиться, учиться отдавать полномочия. Да, может быть, именно в этом нужно улучшать, потому что вовлекли и тут же дать человеку самое маленькое, но уже отдали, по нарастающей. Потому что если человек выйдет у вас на высокий уровень, и при этом он не умеет сделать слайд, поздравить своего партнёра, открыточку ему написать, если он не умеет попроводить планёрки, не умеет договариваться, распределять обязанности, вести эти журнальчики в команде, то он не сделает этого, он не станет лидером команды. Поэтому тут же подсказывайте, направляйте, что ему нужно сделать, как с командой работать, как удобнее, как быстрее, эффективнее. Так, по-моему, всё мы разобрали. Скажите мне, пожалуйста, ребят, какие у вас вопросы остались? А я вам сейчас пока сделаю показ с экрана, и на примере чьей-то команды я покажу, как это работает всё. Пишите вопросы. Стало ли что-то более понятно? Прояснилось ли у вас какие-то моменты? Может быть, вы увидели действительно, чего вам не хватает, над чем поработать, что улучшить в своей работе? Ну что, поехали. Кого мы будем рассматривать, чью команду? Напишите мне в чате, чью команду мы рассмотрим. Давайте, кто первый напишет, того и возьмём. Так, Ань, я твою рассматривала с тобой вместе. Давайте, Наталью, Григорию, потому что мы в твоей команде всё уже индивидуально смотрели. Что же ещё раз? Григорьева, Григорьева, Наталья. Вот, Наталья, правильно? Вот у нас Наташа. Вам хорошо видно? Видно, да? Вот, смотрите, Григорьева, Наталья. Мы начинаем разбирать команду. То есть мы видим, что личный заказ есть. 720 групповых. Максимальный результат был 9%. Ну и тут мы видим, да, что скидку получает. Всё нормально. Теперь мы находим конец команды. То есть мы её должны выделить. Наташа, подскажи мне, кем у тебя заканчивается команда, чтобы мне не искать. Так, ты у меня в десятом поколении. Так, так, так. Это всё ещё твоё, наверное, да? Вот, до суда. Григорьев, Вячеслав последний, правильно? Угу. Вот. Смотрим. Выделяем. Теперь давайте с вами разбирайтесь. Мы просматриваем всю команду. Я обычно снизу вверх смотрю. Мы находим людей, которые, да, вот что-то делают, и у них есть процентный уровень. И, да, скажи мне, пожалуйста, Сатарова Норисо – это ключевой партнёр или потребитель? Вот мы выделяем, да, людей. Мамченкова. Мы видим, вот кто делает более-менее какие-то заказы, и видим, что человек, вот он, выходил на 3, на 6%. То есть максимальный уровень был аж 6%. Это ключевой или нет? То есть мы выделяем сейчас людей, с кем вообще можно работать. Вот я увидела в команде два человека только с заказами. Может, я кого пропустила? Так. Вот новенькая кюшечка у нас есть. Наташа, кто у тебя в команде ключевой партнёр? Есть такой человек или нет? Быстренько, прям плюсик, минус. Нет ключевых. Тогда смотри, что мы делаем, ребят, в этом случае, если у человека нет ключевых партнёров? То мы ставим задачу какую? То есть тебе, чтобы найти ключевого партнёра, тебе нужен рекрутинг. Сколько человек ты рекрутировала в прошлом каталоге? Мы сами можем это, в принципе, увидеть. То есть мы видим раз, два, три регистрация. Ну, видно, что вот эта свеженькая, да, вот, что это кюшечка. Так, четыре, пять, шесть, семь. Ну, это, я так понимаю, кто-то из твоих родственников. Муж, муж похожий. Вот. То есть мы видим, что всего это где-то семь-восемь регистраций за каталог. Наташа, как ты считаешь, этого количества достаточно для того, чтобы найти ключевого партнёра? Ага. А что ты можешь сделать для того, чтобы увеличить поток регистраций? Как ты считаешь, ты достаточно делаешь количество действий, чтобы создать поток регистраций? Потому что если пока нет ключевых, то нам их надо зарегистрировать. Восемь – это, ну, достаточно, ну, как бы недостаточно, маловато. Бывает такое, что среди этих восьми выявится ключевой партнёр. Маловато, да. Первый шаг, который мы ставим, задачу какую с тобой, как ты считаешь? Наладить рекрутинг, как ты думаешь? Возможно это? Потому что надо с напором сделать, да, вот создать напор. Как это? Есть такая картинка, мы на некоторых тренингах её показываем. Показываем, да, в бак, кран, из которого вода вливается, а в баке в этом дырочка есть. Ну, худоватый бак. То есть вода выливается. Вот кто выливается? Вот эти вот люди, да? Вот, они выливаются. То есть у нас получается сейчас с тобой дырка больше, чем поток входящей воды. То есть нам что нужно сделать? Усилить поток и улучшить переход. То есть мы видим, что вот новички пришли, но они не активировались. То есть я предлагаю поработать над двумя вещами. Две задачи решить. Потому что больше задач, в принципе, как бы работают, ну, нереально, да? Две задачи предлагаю. Первая. Улучшить поток, создающийся, да, пока только ты его создаёшь. Первое. Второе. Это научиться переводить людей из стартеров. Вот это, чтобы стартер переходил или в кюшку, или в рекрут. Рекрут. Это вот у кого, вот где у нас, эрки, у тебя есть в команде? У тебя, наверное, нет. Сейчас мы где-нибудь найдём. Давай вот откроем Иванову. Иванова, Анна. Ну, это не итоговая распечатка. Где у нас тут река? Вот, эрка. Вот, 15 баллов сделали. Эрка. Там шаги. С, 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 раз. Эрка. То есть у нас вот эти эрочки среди эсок. Вот, эрка. Дальше. Листаем, листаем. Кюшка, кюшка. То есть вот у нас должно быть переход, научиться делать переход, чтобы у нас с тобой что было? Не просто, да, ты там записала, и они вытекают, в дырку вытекают. А мы сейчас с тобой будем учиться поток и переход. Две задачи. Как ты думаешь, справишься? Всего две задачи. Потому что я вижу, что ты сама личный заказ делаешь. У тебя есть навыки работы с людьми. Ты обучаешься, ходишь на планерки, на тренинги. То есть я вижу, да, что ты себя как ключевой партнер проявляешь, да, с лучшей стороны. Надо две задачи решить. Наладить поток регистрации, чтобы было из чего выбирать. Потому что, видишь, пока отфильтровываются люди. Но есть, вот Кюшка есть. Полянина, это же тоже человек с теплого рынка, кстати. Наташа, как ты думаешь, справишься с двумя задачами, если мы их поставим на каталог, сделать вот эти две вещи, научиться делать? То есть сейчас это самые главные задачи. Найти ключевого, хотя бы одного. Нам нужно с чего-то начать. Один ключик, он уже даст тебе, как улучшить переход. Слушайте, ну это целый тренинг. Мы берем человека, проводим с ним собеседование, регистрируем. Дальше с ним должен кто-то поработать из вышестоящих. То есть уже вводник желательно, чтобы провел другой человек. Понимаешь, да? Чтобы он не был зациклен, человек только на тебе. Даже если это теплый рынок, то собеседование должен проводить спонсор, вышестоящий. Но не ты. С теплым рынком должен работать вышестоящий. Обязательно. Даже если вы ас, да, вы профи стали там. Все равно используйте связи с вышестоящими. Потому что лучше человек включается. Почему люди не переходят? Смотрите, вот проанализируйте ситуацию. Вот человек зарегистрировался. Он, да, сказал, да, я хочу. И не включается в работу. Почему? Значит, на каком-то этапе у вас прокол. Что-то вы делаете не так. Либо вы не вовлекаете его, ведете себя как-то, ну, неуверенно, что ли. То есть вы берете человека на работу. Вы должны, соответственно, действовать как работодатель. Вот вы звоните, да, с Настей. Вот вы ее зарегистрировали. Следующее действие. Вы с Настей же изначально договариваете. Она говорит, я на бизнес, да, я хочу зарабатывать от 30 тысяч. Вы проговариваете, Анастасия, я вас приняла на работу. Буду вас обучать на менеджера. Зарплата будет у вас 30 тысяч. Вам нужно пройти обучение. Первый ваш шаг – это посмотреть видео Ирины Волковой. Видео идет час двадцать пять. Вы когда сможете посмотреть? Прямо сейчас или чуть позже? Это нужно сделать сегодня или завтра, крайний случай. Я вас сегодня, да, я приняла. Я сейчас выделяю время, чтобы с вами работать. Человек говорит, да, я сейчас посмотрю. Хорошо, начинайте смотреть. Я засекаю время. Значит, через час двадцать пять вы мне пишите, что вы посмотрели. Договорились? Все. Дальше нам нужно будет провести вводный инструктаж. Инструктаж будет проводить с вами там другой человек уже. Все. Человек посмотрел Волкова. Следующий шаг – он проходит вводник. Желательно, чтобы вводник провел кто-то другой. Провели вводник, наводники. Человека нужно уже настолько вовлечь. Показать ему перспективу. Да, еще раз, мы прорабатываем видео Волковой, показываем, что это стало еще интереснее, работа, так как мы будем через интернет. Здесь проще, удобнее. И человека подключаете к школе. То есть, например, я провела с Настей вводник, подключила ее к бизнес-школе. Вместе сопровождаем. То есть, я проверяю уроки, отправляю следующее. Ты смотришь, как Настя учится. То есть, если она сегодня подключилась к школе, но не добавилась в чат, у тебя должна прозвенеть, да, там красная лампочка. Красная лампочка. А почему ты, Настя, до сих пор у меня не в Телеграме? Ты ей пишешь, Настя, ты начала учиться? У тебя что, проблемы какие-то? Почему я не вижу, чтобы ты в Телеграм добавилась? Может быть, что-то не получается? То есть, вы должны знать, что в школе у нас идет добавление в чат Телеграм, установление Гугл-аккаунта, работа с теплым рынком, создание почты и Инстаграма. И вы с человеком должны по этим шагам вместе идти. Он сам, может быть, не пройдет. Многие люди нуждаются, где-то, наверное, 90% людей нуждаются, чтобы взяли за руку и по каждому шагу вели за руку. Иногда вот бывает так, например, я такой человек, меня надо было воспитывать. Я сама вообще настолько вот мне туго было, особенно в интернете, разобраться. Со мной Оля Мальцева проходила каждый шаг по нескольку раз, за что я ей очень благодарна, потому что это редкостное качество учить. И вы можете этому научиться, учить других людей созваниваться, объяснять. Кто мне вчера? Танюшка Фролов говорит, я провела водник полтора часа, я чуть не сдохла. Да, сложно, но вы постепенно к этим нагрузкам будете привыкать, что увеличивать количество собеседований, водников. Потом это все происходит на автомате, легко и просто, потому что вы поймете, что, в принципе, схема одна и та же. И не надо каждый раз что-то изобретать. И что про 20 минут? На что-то 20 минут надо, на что-то час, с кем-то, может быть, надо будет в неделю сидеть, работать. То есть надо вот это вот все понимать. И вот смотри, проводим новичка по школе и постоянно его похваливаем. Слушай, ты прям молодец. Ты прям умничка. Смотри, как ты быстро справляешься. Вижу, ты в интернете прям шаришь. Все, похваливаете, поддерживаете. И в это время, да, постоянно вы рядом, вы держите руку на пульсе. Вы знаете, есть такое понятие, держать руку на пульсе и держать руку на горле. То есть, да, когда вы давите там на новичка, плющите, требуете, бьете ногами, кричите. Но это не работает. Новички соскакивают. А если вы с ним рядом, как педагог, вы все время, так, Настенька, сейчас мы с тобой вот это должны сделать, проверили, умничка. Это себе сохрани. Ну, да, я понимаю, что школа, она не дает стопроцентного результата, потому что она, ну, как говорится, человек должен самостоятельно ее пройти. Ну, вспомните, по примеру, из школы. Вот все сидят в одном классе учатся. Один педагог, одни учебники. Да, все, ну, одно и то же. Ну, один отличник, другой двоечник, другой троечник. Этот на четверки еле тянет. Почему? Ну, все разные. У всех разное восприятие, разные способности, желания, мотивация разная. Вот, если вы человека сопровождаете, ребят, ну, вы быстро поймете, стоит с ним идти дальше или нет. Он или сольется, перекроется, и вы поймете, да вы не потратите на него много времени, либо он к вам приклеится, как банный лист, да, вот вроде выражение такое, вроде кажется плохо, но в нашем случае это круто, когда к нам человек приклеивается, и каждые пять минут звонит, задает вопросы, пишет, там, достает. Одно и то же бывает, но он докапывается, он говорит, блин, я не поняла, я не поняла. И он, да, добивается, чтобы понять, потому что он понимает, что ему самому это надо будет делать, что ты, ну, не свалишь на другого. Вот такой человек, он быстро проявится, он станет ключевым. Даже если он первый заказ делает через два каталога, через три, главное, вы увидите по его желанию, энтузиазму, по действиям, что он не просто тут пустомеля, поболтал и всё, он реально развивается в этом направлении. Просто он хочет, он горит, он делает. Ну, это класс найти такого человека. Наташа, ну, не очень хороший пример, да, с твоей командой, но я вот сейчас тебе объяснила, как этого человека вовлекать. Я ответила тебе на вопрос. Поставь, пожалуйста, плюсик. Я сейчас возьму какую-нибудь другую команду, вот где уже какая-то движуха есть. Ответила, да? Я считаю, что тебе нужно, если у тебя спонсоры не работают, они там заняты, у тебя есть вышестоящий. Я твой вышестоящий спонсор. Ты можешь всегда обращаться. Я, конечно, я не смогу на 100% творить, да, я не буду сопровождать твоих людей до конца, потому что это нереально. Я могу взять пятёрку и с ними работать. Но я, по крайней мере, могу в каких-то моментах провести собеседование. 100% смогу зацепить, дать человека. Если ты чувствуешь, что человек что-то не понимает, ещё раз можно созвониться. Я могу участвовать в ваших планёрках. По необходимости, да, я могу участвовать, помогать, разбор полётов делать. Давайте сейчас открою Фролову Таню. Фролову и пишу Фролову. Я прям красотка. Вот, давайте на примере Фроловой покажу. Вот, команда начинается отсюда и заканчивается вот здесь, Лебедевой. Вот, завершили каталог, да, вот с таким результатом. Ну, это не последняя распечатка, наверное, предутоговая, но всё равно уже немножечко понятно. Анализируем команду, что в команде тут интересного. Да, мы отмечаем людей, которые вышли на какой-то уровень и сделали заказ свой. Выделяем этих людей. Смотрим, кто у нас живые, да, такие. Ну, и сама Татьяна. Недаром она звалась Татьяна. То есть... Да, давай сделаем. Там, ну, как бы, это нормально, это нужно делать, Наташа. Обращаться к помощи к спонсору. Вот смотри, мы с... Танюшка, ты здесь поставь плюсик. Закончился каталог. Аня, ну, это тебя касается, потому что, да, в принципе, твоя же команда. Мы начинаем снизу смотреть задачи, какие мы поставим на новый каталог. Мы должны выявить, кто из этих людей пришёл на бизнес. Например, Лебедева Елена. Она на бизнес или потребитель? Если на бизнес, да, напиши. Если потребитель, то напиши нет. Чем ты её зацепила? Выявляем. Сначала намечаем ключ. Бизнес. Тогда мы ставим задачу перед Еленой на каталог номер один. Подняться на уровень от 3 до 6%. Обучиться, пройти бизнес-школу и завершить первый шаг. То есть она сделала первый активационный заказ у неё до 15 января. Чего не видишь, Ань? Ребят, распечатку все видят? Анютке слетело. Анют, попробуй перезайти. А, видишь. Смотрите. До 15-го, чтобы она прошла первый шаг, ты это контролируешь. И твоя задача – научить её регистрировать, пройти с ней по школе, завершить шаг. Но желательно, чтобы она за первый каталог даже набрала заказ 150 баллов. Задача – дойти хотя бы до 3 до 6%. То есть это план минимум. 3 – это минимум, 6 – это прям уже хорошо, 9 – это супер. То есть мы не ограничиваем человеку. Мы говорим, вот, 3 – минимум, 6 – это прям хорошо, 9 – это отлично. Это отлично. И объясняем, что это такое, сколько это в баллах, сколько это примерно людей нужно. И прорабатываем тёплый рынок. То есть, ребята, смотрите, как это круто, когда у вас есть люди со своими тёплыми рынками. И вам проще. Вот реально, если вы свой тёплый прям хорошо проработали уже, вам нужно их научить. То есть вы, может быть, чуть-чуть свой рекрутинг сбавите, но вы сегодня час занимаетесь с Леной, чистите с ней страничку, настраиваете всё и учите её переписываться в личку с тёплым рынком. Час-полтора у вас на это должно уйти. То есть быстренько, в темпе, не тратьте время, всё должно быть по одной схеме. То есть одни и те же фотки вы ей даёте всем, всем, кто у вас на бизнес, с кем вы начинаете прорабатывать странички, не надо изобретать велосипед. Вот имеется три фотографии, командные, классные, чтобы сделать хороший пост. Принципы, да, какую аватарку надо поставить, почистить ленту – всё. Начинаете работать. Лену записали. Выводим примерно от 200 до 450 баллов. Двигаемся дальше. Кто ещё ключевой? Саллина Оля. Да, ну я просто уже знаю. Саллина Оля пришла на бизнес. Активационный заказ делала. Умничка. Записалась в бизнес-школу. Урок ей я отправила. Девочки, теперь её по бизнес-школе нужно провести и научить её работать с тёплым рынком. Вот она сейчас в первый урок включится, и там есть задание – работать с тёплым рынком, составление списка знакомых, начать переписываться с этим, с человеком. Вы берёте и переписываетесь. Да, ещё я посмотрела про 150 баллов. Супер! То есть мы этого человека куда должны вывести? Учитывая, что под ней у нас есть уже команда и Лебедева. Под ней, вы видите вот по этим цифрам, то что это одна ветка. Мы Лебедеву, если выведем на 3%, и Саллина тоже поработает, сделает свой заказ, несколько человек зарегистрирует с тёплого рынка, то это будет 100% на 6%. Если Лебедева выйдет на 6%, то это поднимется. Надо просто постараться, постараться и вывести её чуть выше, чтобы у неё была энергия. Дальше поднимаемся, ищем ключика. Космотова Юля. Даже 150 баллов она сделала в прошлом каталоге, но это не итоговая совсем распечатка. То есть что мы смотрим? Юлю на какой уровень? 6 минимум, 9. Отлично! 9 отлично. Почему? Потому что под ней есть потенциальные ключики. Если вы с ними хорошо сработаете, то всё получится. Представьте, что у вас вот эта команда, вот начиная с Космотова Юля, уже по итогам первого каталога может быть менеджерской командой. То есть это как инкубатор. То есть если вы все берёте вместе, работаете вместе, верхние спонсоры тоже пока продолжают заливать людей под Лебедево. То есть вы все в одну цепочку. Саллина в одну цепочку. Космотова в одну цепочку всех делает. Правильно? Представьте, что это станет совершенно реальным. Почему? Ну потому что мы видим по результатам, например, Костикова Наташа, она была на 3% у нас в каталоге номер 16. Это был её максимальный результат. По итогам 17-го она вышла на 9. То есть можно с 3 на 9 стартануть? Можно. Почему? Потому что все вышестоящие заливали под Костикову, и она сама принимала участие. Людей вот сюда, вот в глубину, все строили одну команду. Понятно? Поставьте плюсики, кто у меня прям чётко понимает, как работает команда плечом к плечу и помогает людям обрести уверенность. Понимаете? Отлично. То есть вы в первую очередь заботитесь не о своей шкуре, да, Татьяна. Мы тебя вообще не смотрим пока. Мы заботимся о шкуре каждого вот снизу. Последнего берём, последнее звено, кто он пришёл на бизнес, и с ним работаем. Я знаю, что Миша вчера проводил вводный инструктаж с Владом. Не знаю, чего они там договорились, но Миша сказал, что человек адекватный, да, в общем-то, но заявки в бизнес-школу пока не было. Вот с этим, с Владом Миша вчера проводил браташ Владислав. Я его зарегистрировала, Миша вчера проводил с ним беседу. Ну, посмотрим, да, что будет. То есть пока я не могу ничего про него сказать, заказа нет активационного, на школу не записался, но, по крайней мере, заинтересован. Человек понял суть, он посмотрел Эдуарда Васильева, недолго общались, как бы, да, Миша сказал, что человек, в общем-то, адекватен. Всё, ребят, вот суть такая, что вы снизу вверх начинаете распределять, кто на какой уровень выйдет. Соответственно, если у нас Космотова выйдет на девятку, то Соломонова однозначно будет на девятке, если она включится и станет ключевым, и начнёт, да, регистрировать, и строить вторую ветку, то она хорошо поднимется. Костиковой, естественно, уже может быть на двенашку выйти. То есть план какой? 9 креп, закрепить не просто, да, там 900 баллов, а чтобы это было уже от 1300 до 1800, да, чтобы это была крепкая девятка, и постараться приблизиться к двенашке, или сделать этот уровень. Если выкладываться на 100%, то вы понимаете, что это сделать можно. Потому что вот они, реальные люди, просто сделали качественные заказы. Раз, два, три. Три человека в премьере, два маленьких, ну, таких приличных заказа по 69 баллов, человек на девятке. Вот и всё. То есть, да, переводите людей в премьер-клуб, помогайте им сразу увидеть выгоду, вы видите сразу, скидки какие, да, у людей. За премьер и за команду сразу уже приятно видеть. Ну, по результатам там, конечно, скидки были намного больше. Соответственно, Татьяна, что тебя ждёт по итогам первого каталога? Если Костикова выйдет на двенашку, то есть прирастёт тысячу баллов, то это будет тебе в копилочку. Твоя задача в этом каталоге сопровождать эту команду ключевую, воспитывать, воспитание ключевых, чтобы быть уверенным, что они продолжат, будут рекрутировать и войдут в премьер, и взять вторую ветку. То есть тебе уже 100% нужна вторая ветка, потому что вы видите, да, по отрыву, что у Татьяны пока только одна команда. Тебе нужно уже формировать вторую веточку. и вывести её на уровень примерно 6%. То есть берёшь вторую ветку, начинаешь её строить из своего материала близких, там, знакомых, родственников, холодный рынок подключаешь, если уже освоила работу на холодном, и выстраиваешь вторую ветку 6%. Какой у тебя результат будет? Ты уже близко приблизишься к 15%, Тань. Если каждый человек достигнет своих целей, начиная снизу вверх, то ты выйдешь на пятнашку. Ребята, вот именно так планируется результат. Соответственно, Анютка у нас будет крепкая пятнашка, и нужно вторую ветку начинать растить быстро и эффективно. 12 плюс 6 – это не 18. 12% – это 1800 баллов. 6% – это 450. Мы не проценты складываем, мы складываем баллы. 1800 плюс 450 – это 2250 баллов. Это 12% уровень. 15% уровень – это 3000 баллов. То есть открывайте твою табличку и смотрите. 18% – это 5000 баллов. Понятно? То есть надо к трем стремиться. Может такое быть, что не получится на 3000 баллов стартануть? Да, может. Ты должна просто понимать, что на уровне, вот на этом уровне, ребят, вы заботитесь не о своих скидках. То есть если вы видите, что у вас скидку кто-то там отъел, вышел на уровень, у вас нет отрыва. Если вы по этому поводу паритесь, плачете, переживаете, говорите, блин, всё, жопа полная, то вы не бизнес строите, вы фигнёй занимаетесь. А если вы видите, что у вас там Костикова на девятку, это на шестёрку, а на себя вообще как бы в последний момент, то вы строите бизнес. Если вы радуетесь, что ваши люди заработали, на свою зарплату смотрите в последнюю очередь, то у вас мозги начали работать правильно, как у бизнесменов. Потому что бизнесмены понимают, что сначала нужно вложить в бизнес, чтобы получить отдачу. Здесь мы с вами вкладываем не деньги, а здесь мы вкладываем время в обучение ключевых команд. Тут вам всё понятно или есть вопросы? Я надеюсь, я до вас достучалась. Смотрю, даже в полном составе до конца все были. У нас гельшат присоединилась. Но, к сожалению, в конце, поэтому уже не всё понятно. Ребятки, в первую очередь ищем ключик и думаем, как сделать так, чтобы он получил зарплату. Потому что если он получит денежку, он не соскочит, он не бросит, он не побежит искать халявные проекты, где ему пообещают миллионы. Он будет понимать, что да, работает вместе, мы одна команда, мы молодцы, мы двигаемся вперёд, у нас всё получится. Отлично. Так, ну что, ребят, девочки, мальчики, благодарю вас за работу. Надеюсь, что у вас получилось сейчас. Да, вы получили... Ну, не сейчас, Наташа. Два часа я сейчас общалась перед этим, тоже готовилась. Мне нужно перекурс делать. Да, чуть позже. Договоримся о времени, потому что у меня ещё сегодня встреча. Нужно собраться. Я надеюсь, что эта встреча для вас полезна. Напишите обратную связь. Что вы для себя почерпнули? Что вы для себя взяли? Насколько вот у вас укрепилось, да, какое-то понимание, что вы не просто тусите, и что не всё потеряно. Даже если вы уже много месяцев строите, строить у вас нет, вы должны понять, что можно всегда начать с чистого листа. С осознанием, с пониманием, что и как делать, и у вас начнёт получаться всё. С каждым днём ещё лучше и лучше. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Бывает такое, что бизнесмен создал, да, там какой-то бизнес, магазин открыл, но он не пошёл, закрылся. Бывает? Конечно. Он же не останавливается. Кто попробовал бизнес, он уже на работу, вряд ли пойдёт устраиваться. Да, главное продолжать движение. Мы же люди. Вы понимаете, мы не растение с вами. Это растение, дерево, его куда посадили, и всё. Если его человек пересадит, то, слава Богу, сам он никуда не двинется. Вы, люди, вы можете думать, меняться, двигаться, развиваться, идти вперёд. Главное, вы знаете, есть такое выражение, что проси и получишь. Просите помощи, доставайте спонсора, да, не хочет он, говорит, я устала, вы говорите, а мне надо. Доставайте. Это касается Наташи Лямины. Наташа, я для тебя провела одно собеседование, ты успокоилась. Почему ты перестала нагонять на меня людей и требовать? Мне он Фролова вчера. Лиль, надо позвонить. Я говорю, да, Тань, я позвоню, она. Лиль, когда позвонишь? Тань, позвоню, позвоню. Лиль, ну позвони вот этой хотя бы, вот ей важно, одной хотя бы. Всё, Тань, звоню. И она меня достаёт и заставляет. Но самое главное, что она не просто требует, чтобы я звонила, она требует, чтобы я при ней звонила. Понимаете, чтобы учиться. Вот это круто. Развейте в себе вот это качество. Не просто свалить на спонсора, а пусть звонит, а я буду там бабки грести. А заставьте спонсора работать на вас, чтобы он звонил в вашем присутствии, чтобы вы учились. Потому что и в этом случае вы через 2-3 звонка сами сможете такие звонки делать. А если вы будете чего-то ждать, то вы будете ждать всю жизнь. Поэтому действуйте, идите вперёд, не останавливайтесь. Какой тут остановиться? Переть надо вперёд. И до встречи. У нас в 12 часов будет какой-то крутой семинар Wellness от компании. Если у вас есть порох в пороховницах, подключайтесь к семинару. Через 5 минут, он через 8 начнётся. И добро пожаловать в Новый год. Поставьте себе чёткий план. И у меня к вам рекомендация с этим планом. Потом каждый ко мне. Посмотрим, что вы написали. И что может быть подредактировать, улучшить. Если смогу быть полезной, буду очень рада. Всё, до встречи. Всем пока-пока.